Один встал, другой заработал. Производственный график российских заводов сейчас напоминает поговорку «больше трёх не собираться». Иссякли компоненты на Калужском ПСМА РУС, а вот соседний шинный завод Континентал Калуга решил возобновить работу. Дженерал Моторс, столкнувшийся с запретом на импорт машин, ищет формулировку, чтобы уйти, но как бы остаться. Минпромторг с заводами сообща готовит временный регламент на производство автомобилей без дефицитной электроники, а попутно приглашает в Россию премиальных китайцев. Но начнём этот выпуск новостей недели с чего-то красивого или хотя бы спорного. Короткое или длинное? Теперь этот вопрос больше не должен волновать потенциальных покупателей баварской «семёрки». В новом поколении седьмой серии остался только один вариант колёсной базы — растянутой. Вообще со сменой генерации флагманский седан марки BMW сделался просто гигантским. Если поставить рядом прежнюю версию, то новинка окажется сразу на 13 см длиннее, на 5 шире и на целых 8 выше. Из-за заметного увеличения формата инженерам пришлось внедрять полноуправляемое шасси. И даже странно, что задние поворачивающиеся колёса — платная опция, а не элемент базового оснащения. Сама платформа принципиально осталась прежней, сохранив привычные схемы пневматических подвесок. За доплату шасси можно улучшить установкой адаптивного рулевого механизма и активных стабилизаторов. Для тех, кто успел заскучать, срочно добавим сочных подробностей. Например, светодиодные полоски ходовых окней можно украсить кристаллами Сваровски, а вместо хромированного декора можно заказать антрацитовую отделку. После отставки культового двигателя В-12 флагманским решено выдвинуть электрический вариант — i7. Он весьма динамичен, а на одной зарядке может преодолеть около 600 километров. Лучшее исполнение из бензиновых — с восьмицилиндровым мотором, восьмиступенчатым автоматом и полным приводом. Также существуют версии на шесть цилиндров — одна бензиновая и одна дизельная. Плюс заготовлена парочка подзаряжаемых гибридов. Европейские продажи семёрок нового поколения начнутся поздней осенью. Пока Евросоюз, Япония и США запретили экспортировать люксовые автомобили в Россию, Отечественное министерство промышленности и торговли приглашает выйти на отечественный рынок китайских производителей премиума и люкса. Очевидно, первыми среди равных будут автомобили «Хунци», то есть «красное знамя». Эта марка, принадлежащая государственному концерну «Фау», известна прежде всего своими автомобилями для китайской партийной элиты. Актуальное флагманское семейство выпускается с 2009 года. Это седаны и лимузины L5, L7 и L9, которые отличаются длиной и оснащением. Шестилитровый бензиновый V12 с шестиступенчатым автоматом или четырёхлитровый V8 с восьмиступенчатой коробкой. Плюс полный привод. Само собой, на бронированном «Хунци» L9 ездит лично председатель «Си Диньпин». В более-менее свободную продажу попадают только младшие седаны L5 длиной 5,5 метров. Правда, у нас эта техника малоизвестна. Вспомним разве что два парадных кабриолета, которые с 2015 года использует Министерство обороны Республики Беларусь. Внедорожников L-серии пока не было. И вот лёд тронулся. Подготовлена новая модель «Хунци» L7. По закрытым презентациям её возили осенью. Но только сейчас производитель раскрыл характеристики и показал общие виды интерьера. Итак, у внедорожного флагмана почти шесть метров длины, огромные задние двери, строго четырёхместная компоновка салона, а также новейший четырёхлитровый V8 отдачи 360 сил под капотом. Вскользь упомянуты рамная конструкция, 25-сантиметровый клиренс и полный привод. Но самые интересные подробности остались за скобками. Производство внедорожников «Хунци» L-серии должно начаться во втором полугодии, а первыми заказчиками станут государственные органы КНР. Кстати, полгода назад сама компания изучала рынок России, но до открытия представительства тогда дело не дошло. Возможно, дойдёт сейчас. General Motors, похоже, будет первой компанией, которая не приостановила деятельность, а полностью уйдёт из России. Официальное заявление сформулировано хитро — компания расширяет меры по остановке деятельности в России. Но фактически к увольнению сотрудников московского офиса уже приступили. Весь пиар-отдел распущен по домам, поэтому пресс-релиз подписан американцами. И здесь важна предыстория. В 15-м году General Motors уже фактически уходил из России. На фоне крымской весны и последующего кризиса прекратились продажи всех «Опелей», а также основной массы моделей «Шевроле» — «Кобальта», «Крузо», «Коптивы». Одновременно остановился петербургский завод, который потом пришлось надолго законсервировать. Его удалось пристроить только полтора года назад, а новым хозяином стала российская дочка компании «Хёнде». Самой серьёзной потери тогда оказалась так и не вышедшая «Шевроле Нива 2». Тесты предсерийных экземпляров говорили, что конструкторам удалось создать прекрасный внедорожник. При этом мотор, трансмиссия, подвески — всё это спроектировали заново. Но проект закрыли, а в 19-м году американцы продали свою половину в совместном предприятии GM-AutoVac. В итоге сборку нынешней «Шнивы» перенесли на ВАЗовский конвейер. А завод бывшего СП остановили. Кстати, рестайлинг машины, которая сейчас продаётся под именем «Лада Мива Тревел» — последний подарок американцам. Что происходит сейчас? Ещё 11 марта США запретили экспорт автомобилей в Россию на неопределённый срок. После этого московский офис дождался разъяснений от заокеанского регулятора и начал сворачивать бизнес. По информации газеты «Коммерсант», дилерам отправлены письма об остановке поставок машин и запчастей. Расторгнут ли дилерские контракты и что будет с техобслуживанием и гарантией — ясности нет. Но при сохранении американских санкций немногочисленным автосалонам предстоит закрыться. Напомним, что российская гамма GM состояла из импортных кроссоверов и внедорожников марок Cadillac и Chevrolet. Изо всей линейки под американские санкции формально не попадает только паркетник Chevrolet Trailblazer корейского производства, а остальное — чистый импорт из США. По итогам прошлого года бренды на двоих заняли лишь 0,3% нашего рынка. Впрочем, история Chevrolet для россиян, скорее всего, не закончится. Ведь массовые модели марки недавно вернулись через Узбекистан и Казахстан. Их продают через отдельную сбытовую сеть. Причём поставки тоже остановились в марте. Однако к General Motors этот бизнес не имеет никакого отношения. Выпуск легковых автомобилей внутри России с конца февраля практически прекратился. Однако концерн Stellantis, которому принадлежит 70% калужского завода PSMA Rus, держался достаточно долго. Напомним, что под Калугой главным образом делали фургоны и минивены под марками Peugeot, Citroёn и Opel. Притом техника из России активно уходила на экспорт. Ради него французы даже создали большой экспортный хаб. Собственно, заграничные отгрузки фургонов и микроавтобусов были остановлены полтора месяца назад. Но делать машины для внутреннего рынка удавалось благодаря заделу комплектующих. Теперь запасы иссякли, и конвейер остановился. Это случилось около двух недель назад. И фактически мы об этом уже сообщали, отметив, что руководство московского офиса предпочло в тот момент не комментировать ситуацию. Теперь же из штаб-квартиры Stellantis в Амстердаме пришло и официальное подтверждение производственной паузы. Отметим, что партнёр Stellantis, компания Mitsubishi Motors, остановила сборку своих машин под Калугой 8 апреля. Причина всё та же — разрыв производственных цепочек и недостаток компонентов. Напомним, что в России Mitsubishi выпускает кроссоверы Outlander и рамные внедорожники Pajero Sport. Что касается общей ситуации вокруг автопрома, то сборочные машинокомплекты остались на калининградском автоторе, где собирают Kia и Hyundai. Также некоторые запасы имеет Mazda Solers во Владивостоке. Но склады обеих сборочных площадок скоро опустеют. Полноценную работу продолжает только тульский завод марки Havail. Его мощности загружены сборкой внедорожников H9 плюс производством паркетников F7 и Jolion. Вполне ритмично работает УАЗ. Более того, в марте возник поистине ажиотажный спрос вокруг буханок. За патриотами впервые за долгое время тоже выстроилась очередь. Так что на предприятии полны оптимизма. Впрочем, оптимизм оптимизмом, но двухнедельная остановка УАЗа на майских праздниках всё-таки запланирована. Есть предположение, что она нужна, дабы накопить побольше комплектующих. АвтоВАЗа же продолжает отдыхать на корпоративных каникулах, перенесённых с лета на апрель. Но в соцсетях уже ходят слухи, будто впереди автогиганта ждут очередные, на сей раз длинные майские выходные. С 30 апреля по 10 мая включительно. О том, что российский автопром вынужден создавать упрощённые версии машин, мы уже рассказывали. А сейчас из разных источников посыпались подробности того, как эту инициативу поддержит российское правительство. В чём тут дело? Все новые автомобили обязаны соответствовать техническому регламенту Таможенного союза. Чтобы легализовать упрощёнку, Совет Евразийской экономической комиссии только что разрешил каждой стране участнику ЕАЭС устанавливать свои правила по производству автомобилей, отличные от требований единого техрегламента. Теперь Россия может принять для внутреннего рынка временный регламент. Проект документа вырабатывает Министерство промышленности и торговли. И одна из рабочих версий попала в руки газеты «Коммерсант». Согласно ей, с 1 апреля по 31 декабря крупным заводам, с численностью персонала свыше 5000 человек, разрешать выпускать автомобили, не отвечающие вообще никаким экологическим нормам — даже Евро-2. Ослабление эко-норм поможет преодолеть кризис, возникший после того, как фирма Bosch отказалась поставлять электронные компоненты партнёрам из России. И в итоге отечественные моторы остались без блоков управления. Кроме того, в новых условиях понадобилось легализовать выпуск машин без систем АБС, ESP, эроглонас, регуляторов тормозных усилий и даже подушек безопасности. Важно понимать, речь идёт о временном регламенте, который необходим для работы заводов прямо сейчас. Будут ли такие автомобили покупать частники — на данном этапе не очень важно. Главное — экономике нужны грузовики и спецтехника. А современное оборудование обязательно вернётся. Так во втором и третьем квартале промышленность должна перестроиться. Часть дефицитных компонентов локализует внутри стороны, а для оставшихся позиций подыщут других поставщиков. Но всё это без остановки производств. Ведь смена одного условного электронного блока управления — это только часть айсберга. В его подводной части — разработка и закупка новых жгутов и разъёмов, а за ними — тесты и калибровка обновлённого электрохозяйства. И так по каждому пункту импортозамещения. Правительства прекрасно понимают, что всё это сложно и долго. Так что при подготовке новых техтребований выслушивается мнение всех автозаводов, с которыми Минпромторг завёл привычку проводить еженедельные летучки. К слову, с некоторых конвейеров уже начали сходить антисанкционные автомобили. И счёт уже пошёл на тысячи. В основном — это грузовики. Но пока такая техника отправляется исключительно на склад. Отсюда и идея принять временный техрегламент задним числом. То есть с первого апреля. Шинный завод «Континентал Калуга», ушедший в простой 8 марта, вдруг возобновил производство. 19 апреля об этом сообщил головной офис немецкой компании во Франкфурте. Причём с любопытной формулировкой. «Наши сотрудники и менеджеры в России столкнутся с серьёзными уголовными последствиями, если мы воздержимся от обслуживания местного спроса. В целях защиты наших сотрудников в России от судебного преследования мы временно возобновляем производство легковых шин для местного рынка». О том, что завод вышел из простоев, во вторник сообщил и калужский губернатор Владислав Шапша. А теперь мы получили официальный комментарий от самой фирмы «Континентал Калуга». Итак, компания продолжает отгружать и продавать шины российским покупателям. Производство запустили, чтобы пополнить запасы готовой продукции и удовлетворить спрос. А производственный план будет корректироваться в зависимости от потребностей российских автопроизводителей и дистрибьюторов, а также с учётом логистической ситуации, доступности сырья и иных факторов. Итого из иностранных брендов работают трое. Помимо «Континенталя» — это фирмы «Нокиан» и «Пирелли». Покрышки «Пирелли» делают в Воронеже и Кирове. В марте итальянская компания пообещала остановить инвестиции в Россию и сократить производство до уровня, который окупал бы затраты на персонал и социальные выплаты. Но об остановке речь не шла. В целом российские площадки дают около 10% мирового производства «Пирелли», а российский рынок — около 4% прибыли. А вот для «Нокиан Тайрс» её завод в Ленинградской области важен критически — 60% продукции уходит на экспорт. Для финской компании российский рынок вообще крупнейший в мире, и по итогам прошлого года 82% из 20 миллионов шин «Нокиан» были выпущены в России. Во Всевыложске сосредоточено производство легковых покрышек, тогда как резину для грузовиков и спецтехники делают в Финляндии и США. Что же касается завода «Мишлен» в подмосковном Давыдове, то он продолжает простаивать. С середины марта отдыхает и ульяновский конвейер «Бриджстон». Обе компании подтвердили каналу Автоплюс, что изменений нет.